здравствуйте дорогие мои подписчики гости моего канала меня зовут лена спасибо что вы заглянули на канал аленки на крестики я сегодня продолжаю свой отчет о продвижении ну и наверное сниму уже в этом же видео о завершении работы метрика от чудесной иглы под названием моя малышка выдалась у меня довольно значительная пауза в течение которой я к этой работе не приступала и вот теперь я к ней вернулась и за один вышивальный вечер немножечко продвинулась вышилась у меня полностью полотенце в котором очаровательная вот эта медвежка закутана и уже потихонечку я начала приступать к отшиву ее контуров и мордашки ниточек еще всех более чем достаточно хотя я их абсолютно не экономлю для тех кто не видел начало работы могу сказать что это набор для вышивки от фирмы чудесная игла артикул 8002 называется моя малышка комплектуется он составляющими от фирмы гамма 24 иголочка с позолоченным ушком 12 цветов хлопкового мулине 1 цвет мулине металлик атласная ленточка которая будет вот здесь вот как бантик крепится у малышки и бисер который будет пришиваться вот здесь на полотенчики середине вот этих вот цветочков что касается техник то здесь используется полный крест в одну и в две нити полукрестик в две нитки и цветочки вот эти элементы вот эти маленькие цветочки здесь на полотенечке они будут вышиваться швом петля в креп в прикреп техника этого шва дана в инструкции поэтому я думаю не составит особого труда разобраться как это делается пока в принципе в этой вышивке я следую строго указанием схему ключику который есть в схеме единственное у меня изменения коснулись от носика и глазок малышки по ключу они вышиваются ниточкой в два сложения вот этот черный и темно-серый цвет вот этот вот темно-серый здесь два оттенка серого и черный вот этот они вышиваются в два сложения ниточкой но когда я начала вышивать в два сложения канва очень сильно светила сквозь них ну ну просто вот ну совсем не красиво было и я сделала эти элементы в три нити сложением в три нити но я так думаю что это не ухудшит работу потому что в общем то это такие выступающие яркие элементы я думаю что носик он в принципе должен быть более пухлым потому что он как-то вот так выдается на лице у медвежки а глазки они немножко сгладятся потому что будет будут еще реснички backstitch будут еще вот таким вот белым штришком белой ниткой проработаны как бы зрачки поэтому я думаю что все это сгладится а в остальном вся вышивка у меня продвигается по ключу не знаю конечно как будет когда дело дойдет до металлизированной нити в принципе я вышивала металлизированной нитью гамма был у меня такой опыт причем вышивала я такую значительную достаточно площадь меня отшивался на полностью красном фоне золотистого цвета иероглиф это была вышивка в подарок и ну размер работы был где-то 20 на 20 и вот такой крупный иероглиф он практически занимал все поле но могу сказать что ощущение конечно тогда были не из лучших потому что я вышивала только металлизированной нитью не с добавлением ее к основному какому-то цвету мулины а именно чисто металлизированной ниткой намучилась конечно немало но в принципе результат того стоил выглядело потом по факту все очень красиво буду припоминать что называется этот опыт сейчас я вам покажу немножечко поближе крестики вот таким образом они у меня выглядят в принципе ниточки ложатся ровно мне все нравится ну я думаю что не очень сильно все таки заметно я думаю что не очень сильно заметно то что вот глазки и носик идут в три нитки не так уж они сильно и выдаются чтобы было прям какое-то такое дисгармоничное ощущение от них вот ну в остальном вот полотенчика нижняя часть медвежки у меня уже готова и на этом пока все увидимся с вами в следующем включении еще раз привет у меня очередной этап на моей мишке малышки вышиты наконец все крестики и сделан бэк и также на полотенчики вышиты петельным швом цветочки пришиты в серединку бисеринки и теперь на этой работе мне остается только сделать малышке бантик вышить ее имя и данные предварительно по схеме со шрифтами я уже рассчитала сколько мне потребуется места для того чтобы имя было симметрично расположено посередине сделала такую вот отметочку наверху над малышкой там будет располагаться серединка я решила вышивать не полное имя как на образце а вышить все-таки то имя которым мою племяшку называют дома то есть это не анна будет а имя анюта сейчас я чуть чуть поближе покажу как я справилась с цветочками вот с петельным швом вот такие у меня получились элементы бисеринки остались и всем еще раз здравствуйте это будет последний эпизод в этом видео и наконец-то я закончила свою метрику осталось у меня отшить только ленточный шов бантик сделаю я это чуть попозже потому что я хотела показать как я этот бантик делаю не об этом просила леночка кошатница хотя честно сказать вот этот самый бантик была у меня такая трусливая предательская мысль просто сделать его отдельно как это делается есть всевозможные мастер-классы как завязать такой аккуратненький бантик на шаблоне картонном либо даже на обычный вилочки и вот была у меня такая мысль сделать такой бантик на вилочке и просто приклеить его клеем но леночка меня пожурила сказала нет 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 давай-ка осваивай новые горизонты и покажи как ты будешь это делать поэтому я решила оставить этот процесс на отдельное видео и вот что у меня получилось в итоге к сожалению со светом у нас сегодня очень плохо с освещением погода не очень радует поэтому нельзя увидеть как бликует вот этот металлик на самом деле выглядит он очень красиво а при вечернем освещении вообще блестит так играет но в целом и в общем такая у меня получилась работа и в отдельном видео когда я уже пришью бантик я расскажу вам все свои впечатления об этой работе а на этом сегодня все спасибо что были со мной всем удачи легких крестиков пока увидимся в моих новых роликах а